Жители Чувашии Михаил Кузьмин и Андрей Терентьев скоро отправятся в Сколково. Они стали победителями инновационного форума Russian Startup Tour 2014. Эксперты фонда Сколково оценили разработки молодых ребят. Михаил Кузьмин вместе с группой единомышленников разработал специальное покрытие, которое защитит практически от любых агрессивных воздействий окружающей среды. Такие материалы, как дерево или металл. Для получения лабораторной пробы используются полимерные связующие и растворитель. Растворителем являются ароматические углеводороды. Работает Михаил в лаборатории химического факультета ЧГУ. Удивительно, но возможно, никакого открытия бы не произошло, если бы студенты случайно не нахимичили. Сами студенты, готовя состав полимерного связующего, смешали при другом соотношении исходный компонент. Они просто, как сказать, неправильно рассчитали порядок величин, и мы получили такой состав. Конечно, подобные защитные покрытия существуют давно, однако у этого есть ряд отличий. Во-первых, оно не дву, а одно компонентное. Ничего смешивать не нужно. Что называется, нанес, подождал, пока подсохло и забыл. Во-вторых, безопасное. В реакцию ни с чем не вступает, ничего вредного для здоровья не выделяет. И это еще не все. Есть полиуретановые покрытия, которые, естественно, выпускаются, но они являются хрупкими, являются не такими термостойкими. Полученное покрытие у нас является эластичным, как я сказал. Вот оно. Разработки, естественно, ведутся и другими, наверное, предприятиями. И уникальность нашего покрытия является то, что можно это покрытие просто так сгибать, складывать, и ничего с ним не происходит. Кроме создания лабораторных образцов, изобретатели смогли самостоятельно наладить выпуск пробных партий. А участие в Russian Startup Tour нужно как раз для того, чтобы найти инвесторов и перейти на промышленный масштаб. У другого победителя регионального этапа изобретение связано не с химией, а с физикой. На суд жюри он представил ветро- и гидроэнергоустановку нового типа. Нами предложены ноу-хау, которые мы разработали, которые позволяют значительно повысить эффективность работы установок. Например, в ветрогенераторе у нас впервые использована система, очень простая система управления, которая позволяет крыльям самим находить ветер. Такая система позволяет эффективно использовать установки именно в нашем регионе, где сила ветра не слишком высокая. Ну а для гидроустановок разработчики применили новый вид лопастей. Их назвали ныряющее крылом. Его можно применять как на наших речках с несильным течением, так и в более глобальных масштабах. Дело в том, что у нас океан, он все время находится в движении, и пока у нас крутится земля и светит солнце, то течения они есть, и это просто океан энергии. Использование только тысячной доли вот этой энергии позволит бы решить все энергетические проблемы человечества. Впрочем, прежде чем взяться за решение проблем человечества, Андрею тоже нужно найти инвесторов и средства. Следующий этап чебоксарских инноваторов – участие в итоговом съезде в Сколково. Туда приедут победители всех региональных туров. Именно там выявят лучшие молодежные проекты, которые будут профинансированы. Ольга Перечкина, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика.